Всем привет! Вы смотрите Огненное ТВ. Сегодня мы с вами будем выращивать кристаллы из чистейшего серебра. Я собираюсь построить небольшой электролизер, в котором можно будет экспериментировать с небольшими количествами серебра и в итоге получать чистейшее серебро банковского качества. С помощью этого метода можно из вот такого грязного серебра получить серебро, имеющее чистоту 4,9, то есть такое, которое используется в банковских слитках. Каждый раз, когда я заходил в википедию, чтобы посмотреть данные по серебру, то сталкивался вот с этим фото, и мне всегда хотелось попробовать сделать такие же кристаллы серебра. Этот эксперимент я буду проводить впервые и поэтому хочу как можно лучше изучить данный процесс со всех сторон, чтобы понять, что и как работает. Я хочу сравнить результат, что будет, если использовать чистое серебро из банковского слитка и чистый нитрат серебра, а также хочу проверить, что будет, если использовать грязный электролит, сделанный из селитры. В общем, мне пришлось изрядно похимичить и убить кучу времени, чтобы наладить этот процесс. Для того, чтобы вырастить кристаллы, потребуется, конечно же, кусок серебра. И у меня есть вот такое серебро, которое когда-то было чистым, но после того, как оно прошло через множество моих экспериментов, оно потеряло свою чистоту. Сегодня я попробую это исправить. Для этого мне потребуется азотная кислота. Я решил изготовить ее максимально кустарным методом, который доступен каждому. Возьму обычный кислотный электролит, примерно 350 миллилитров и добавлю в него кальциевую селитру. Она прореагирует с кислотой и при этом получится гипс и азотная кислота. Селитры я добавляю 290 грамм, это с небольшим запасом, чтобы вся серная кислота точно прореагировала. По идее достаточно поставить эту жижу на пару дней в теплое место и можно пользоваться, но я хочу ускорить процесс и заодно кое-что проверить. Для этого возьму трубку из фторопласта. Такие трубки используют в 3D принтере. Вставлю ее в резиновую пробку, в которой просверлено отверстие. Потом сверху обмотаю все это сантехнической лентой, она тоже изготовлена из фторопласта. Такая пробка не будет реагировать с азотной кислотой. Сейчас я хочу попробовать прогреть раствор и дать ему немножко побурлить, хотя бы часок. Это нужно для того, чтобы кислота быстрее прореагировала с селитрой и чтобы гипс после такой процедуры быстрее выпал в осадок. Собственно после этого я оставил в покое на пару часов данную склянку и получил вот такой результат. Сверху азотная кислота с небольшим количеством селитры, а снизу гипс. Все что испарялось через трубку я тщательно собирал вот в этот стакан. Как видите почти ничего не испарилось, но судя по аромату тут азотная кислота точно есть. Для проверки я закинул в нее медную проволоку и на следующий день получил вот такой результат. Азотка точно тут присутствует, но в очень малых количествах. Азотная кислота, разбавленная водой, вообще неохотно испаряется. Теперь мне нужно растворить куски грязного серебра в моей самодельной кислоте. Чтобы серебро лучше растворилось, его следует подготовить. Для этого я расплющу куски серебра до состояния тонких пластинок, а вот крупный кусок сначала нарублю зубилом, а потом тоже расплющу. Итоговый вес данного добра почти 20 грамм. Чтобы его растворить возьму примерно 100 миллилитров кислоты, этого должно точно хватить. Я оставил данный стакан на сутки и как видим куски серебра не хотят растворяться, а синий цвет появился из-за того, что в серебре были примеси меди и медь с поверхности растворилась. Чтобы растворить серебро, придется эту штуку нагревать. При нагреве будет выделяться бурый газ, и поэтому делать это буду в своем вытяжном шкафу, у которого установлен угольный фильтр. Ставлю свою колбу с серебром и кислотой на слой песка и нагреваю на электроплите. Горло колбы я прикрою вот такой штукой, капли испарившейся кислоты будут стекать по ней обратно в колбу. Когда кислота с серебром реагирует, то начинает активно выделяться бурый газ, он смешивается с водяным паром и образует капельки кислоты, которые попадают обратно в колбу и снова реагируют с серебром. Поэтому сложно посчитать, сколько конкретно азотной кислоты потребуется на самом деле. Когда все растворилось, нужно выпарить остатки кислоты. Для этого перелью жижу в большой стакан и продолжу греть до тех пор, пока не получится вот такой осадок. Разбавлю его обязательно чистой дистиллированной водой и получу раствор нитрата серебра, а также на дно выпал какой-то белый осадок. Я предполагаю, что это хлорид серебра. Селитра была скорее всего не слишком чистая, и поэтому такой результат вполне ожидаем. Этот белый осадок я не буду выкидывать. После того, как отфильтрую раствор нитрата серебра, сполосну бумажный фильтр, чтобы собрать весь хлорид, долью сюда еще воды, добавлю обычной соли, чтобы осадить все серебро из раствора, снова отфильтрую и добавлю натриевую щелочь. Получится темно-коричневый оксид серебра. Вот эту вот коричневую штуку нужно отфильтровать, и можно будет переплавлять. И получится кусочек более-менее чистого серебра. Тюменцы из Case Guru подвинули крупнейший мировой бренд Xiaomi и выкатили целую серию роботов для домашней уборки. Не просто бюджетных, а с кучей интересных необычных функций. Тюменский робот-пылесос с огромными колесами преодолевает пороги, ковры, любые препятствия до 2 сантиметров. Рабочий ресурс у тюменца тоже огромный, аккумулятора и пылесборника хватает на месяц. Заряжать и чистить нужно только после 2-3 уборок. Вертикальный пылесос с невероятной силой всасывания весит всего 2 килограмма, а мощность при этом в разы выше, но самое главное, цена в разы ниже. И наконец, самый интересный из тюменских гаджетов. Ручной вакуумный пылесос Baton, настоящий хищник в мире уборки. Всасывает мощнее, чем полноразмерный Dyson, а вес всего полкило. Чумовой подарок для водителей, мамочек, любителей поесть на диване и, конечно же, владельцев домашних животных. И самое главное, что могут дать россиянам тюменцы из Кейс Гуру, это гарантированная уверенность в своих устройствах. В описании ссылка на тюменские супергаджеты. По промокоду TV24 скидка аж в 500 рублей. Самое время закупиться подарками на предстоящие праздники. Вот этот синий раствор я буду использовать для эксперимента. Это очень грязный нитрат серебра, но по идее он должен работать. В качестве электрода я хочу попробовать взять вот такое серебряное кольцо с родиевым покрытием. Кольцо разрежу и выпрямлю, а вот родиевое покрытие сниму обычной наждачной бумагой. В итоге у меня получается вот такой электрод из ювелирного серебра. Для того, чтобы у нас было с чем сравнить результат, я изготовлю электроды еще и из вот такого слитка банковского серебра. Получится, так сказать, эталонный образец. Чтобы изготовить электроды, мне нужно сначала расковать слиток в пластину. Серебро очень пластичное, но после нескольких ударов оно становится заметно тверже. И для того, чтобы снова придать серебру пластичность, потребуется его разогреть до красна и остудить в воде. Таким образом я придаю слитку вид пластины, раз за разом нагревая кусок металла и обрабатывая молотком. После этого мне необходимо распилить пластину на три части. Также для чистоты эксперимента в качестве электролита я буду использовать чистый нитрат серебра, он еще советский, чище некуда. Я хочу проверить, как будет меняться результат при изменении концентрации электролита. Приготовлю три раствора, используя дистиллированную воду. В первый стакан я добавляю два грамма нитрата серебра, во второй 10 грамм, в третий 20 грамм и потом доливаю сюда примерно по 200 миллилитров дистиллированной воды. Собственно, практически все готово для эксперимента, осталось сделать сам электролизер. Корпус будет очень простой, из пластиковых стаканчиков. Все, что нужно будет сделать, это проделать отверстие в дне под вот такой болт из нержавейки. Обязательно из нержавейки. Обычная сталь не подойдет. Отверстие делаю просечкой, чтобы получилось аккуратно. Также потребуется изготовить прокладки. Я их буду делать из куска силиконовой формы для выпечки. Также просечками вырубаю прокладки нужного размера. Болт из нержавейки через прокладки креплю в дне стаканчика. Ну и в общем-то емкость готова. Подставку под стаканы я сделал из алюминиевого профиля. Он одновременно будет служить как подставкой, так еще и электрическим контактом. На эту штуку будет удобно устанавливать сразу несколько стаканов. Ну что ж, устанавливаю серебряные электроды и наливаю электролит. В первом стакане 2 грамма нитрата серебра, во втором 10, в третьем 20 и в четвертом та самая синяя жижа и электрод, сделанный из кольца. Напряжение выставляю 3,5 вольта. В первом стакане протекает совсем мизерный ток. Во втором 0,1 ампера. В третьем уже 0,2 ампера. Ну и в четвертом 0,4. Начало неплохое. Все стаканы подключаю параллельно и врубаю ток. Сразу становится понятно, что чем выше концентрация раствора, тем быстрее растут кристаллы. А вперед вырывается раствор из самодельной кислоты. Раствор из чистого нитрата серебра отстает по скорости, но зато кристаллы получаются более правильной формы. Синий электролит дает более быстрый результат за счет того, что у него выше проводимости протекает более высокий ток. В чистом электролите кристаллы приобретают правильную форму, но при этом они стремятся образовывать длинные вытянутые нити, которые пытаются дотянуться до серебряного электрода. В стакане с 10 и 20 граммами нитрата серебра картина примерно одинаковая. Я могу сказать, что вот такой серебряный лес я смог вырастить буквально за три часа. Отключаю напряжение и вынимаю электроды. В первом стакане получилась вот такая скромная снежинка. Тут было всего 2 грамма нитрата серебра, и при такой концентрации выращивать кристаллы пришлось бы очень долго. Во втором результат гораздо лучше, и на концах кристаллов уже можно разглядеть, как появились небольшие монокристаллики. В третьем стакане кристаллы уже гораздо крупнее, все-таки ток был в два раза выше, и кристаллы на концах тоже получились покрупнее. А в грязном, синем электролите кристаллы не образуются, вместо них получается пушистая каракатица. Когда я слил электролит, то она превратилась в грязную кашу с плотными крупицами. Эта каша, несмотря на свой неприглядный вид, состоит из чистого серебра, так что для очистки серебра даже такой электролит сгодится. Теперь я попробую увеличить концентрацию электролитов и сделаю два раствора. В одном будет 30 грамм нитрата серебра, а во втором 45. Снова установлю стаканы на подставку, и теперь в первом будет грязный электролит, и электрод уже не из кольца, а из чистого серебра. Во втором стакане 30 грамм нитрата серебра, а в третьем стакане 45 грамм нитрата. Как только я подаю напряжение, так сразу начинается быстрый рост кристаллов. Сейчас мы наблюдаем за тем, как растут кристаллы в электролите с самой большой концентрацией. Сначала серебро очень быстро разрастается в стороны, и потом, когда площадь поверхности увеличится до определенной степени, рост в ширину замедляется, а сами кристаллы начинают набирать массу. Очень хорошо видно, как растут крупные кристаллы по всей поверхности этой снежинки. Данная конструкция работает хорошо, но есть лишь один минус у этой системы. Во время электролиза серебряный электрод потихоньку растворяется, и в электролит попадают частицы серебра, которые похожи на черную грязь. А также, вот эта вот серебряная снежинка имеет свойство сильно расти в сторону электрода. Я так понимаю, что это связано именно с теми мелкими частицами серебра, которые осыпаются вниз. После нескольких часов электролиза отключаю напряжение и смотрю, что получилось. В первом стакане получилась точно такая же каракатица, как и в первый раз, так что не важно, что использовать, чистое серебро или ювелирное, результат одинаковый. Во втором и в третьем стакане результат примерно похож, но в стакане с большей концентрацией кристаллы получаются крупнее. Синий электролит оказался не слишком хорошим, поэтому переработаю его в серебро. Для этого закину туда обычный кусок меди, медь моментально начинает растворяться, а вместо нее появляется серебряная борода, которая периодически сама осыпается на дно стакана. Эту бороду я отфильтровал и прямо вместе с фильтром запихнул в графитовый тигель и переплавил. В итоге у меня получился вот такой слиток серебра. Как видите, получился очень чистенький слиток практически чистого серебра. Из этого слитка я выкую электрод для следующего эксперимента. Для этого я разогреваю этот слиток и бью молотком так же, как это делал в начале видео. И в итоге получаю вот такой серебряный стержень. А вот эту вот муть, которую я получил с помощью электролиза, я собрал и переплавил в тигле в одну каплю. И получил кусок очень чистого серебра, на котором нет вообще никакой окалины. Оно прям зеркально чистое, и это значит, что примесей тут нет, либо их очень незначительное количество. Свой электролизер я решил усовершенствовать, положив на дно диск, который вырезал из нержавейки. Я сделал его так, чтобы он идеально подходил по размеру, чтобы не было выступающих краев. Шляпку болта, который находится на дне стакана, я сточил так, чтобы контакт был более плотным. Устанавливаю на подставку стакан с диском из нержавейки. Внутрь этого стакана я добавляю еще один маленький стаканчик с отверстиями на дне. На дно этого стаканчика укладываю три слоя фильтровальной бумаги. Наливаю электролит прямо через этот фильтр, чтобы сразу убрать возможные загрязнения. Потом закину сверху вот такой кусочек грязного серебра. Сверху устанавливаю серебряный стержень, к которому подключен положительный контакт. Этот стержень едва касается серебряного слитка и этого достаточно, чтобы запустить реакцию. Сквозь стенки стаканчика плохо конечно видно, но все равно заметно, как растет слой серебра на пластине из нержавейки. Ток держится на уровне примерно 1 ампер и в таком режиме электролизер работал около 10 часов. Когда слиток серебра в верхнем стаканчике растворился, я добавил новый слиток. Того самого серебра, которое осадил из синего электролита. В итоге вот что у меня получилось. На дне вырос толстый слой серебра. Теперь благодаря широкой пластине кристаллы не пытаются расти в длину, а наоборот увеличиваются равномерно и лишь некоторые из них немножко выступают, но при этом они не торопятся расти ввысь. Данным методом очень удобно очищать серебро небольшими порциями. Я конечно не с первого раза сделал эту конструкцию и у меня было еще примерно 5 попыток, которые я не стал показывать. За это время мой чистый электролит загрязнился и приобрел слегка желтоватый оттенок. Из-за этого кристаллы серебра перестали принимать правильную форму, теперь они больше похожи на лес из сросшихся кораллов. Серебро легко отделяется от пластины и собрать его не составляет труда. Очень интересно выглядит этот пласт. На обратной стороне видно как появлялись точки роста и как они срослись в единый кусок. Для сравнения вот так выглядят кристаллы серебра, если делать их в чистом электролите используя электрод из чистого серебра. Я хочу вырастить такие кристаллы, но только большего размера, но для этого нужно будет много нитрата серебра. Кстати чистый нитрат серебра можно получить вот из этого серебра. Благодаря тому, что частицы небольшого размера это серебро очень легко будет растворяться в азотной кислоте. В общем есть на чем поработать. Надеюсь вам понравилось сегодняшнее видео, если это так, то не забудьте свой царский лайк, подписочку и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Вы смотрели Огненное ТВ, до новых встреч, пока.